Нокауты, амплитудные броски и болевые приемы. Триумфом российских спортсменов в Каспийске завершился чемпионат Всемирной Федерации Боевого Самбо. Соревнования, посвященные памяти героя России Адельгирея Магомеда Герова, прошли накануне во дворце спорта имени Али Алиева. За ходом зрелищных поединков следила и наша съемочная группа слова Курбану Рагимову. Мощные удары в стойке, подсечки, проходы в ноги и другие приемы. Самбисты в этот день использовали весь свой арсенал. Оспаривать звание лучшего в Дагестан приехали спортсмены из 16 стран. Всего около 150 ведущих атлетов планеты. География стран Мексика, Китай, Вахрен, Азербайджан, Киргизия, Россия в финалах. Боевой самбо является дисциплиной внутри самбо. Она переросла, она собирает больше зрителей, ее больше понимают за рубежом. Очень много, многомиллионные болельщики по всему миру. Что нам мешает делать? Боевой самбо настоящим видом спорта. Я верю в это. Такие аудитории, столько много болельщиков, средства массовой информации. Все-таки боевой самбо выходит на другой уровень. Заявленных в афише почетных гостей Роя Джонса, Емельяненко и Хабиба зрители так и не увидели. Но и без них на трибунах Алиевского было немало звезд мирового масштаба. Одну из трех своих побед на чемпионатах мира Шамиль Зауров завоевал на родине. Тогда, в 2004-м, турнир в зале ДГПУ вызвал небывалый ажиотаж. Прошло 14 лет. Это был 2004-м, первый чемпионат мира, который я выиграл. Конечно, тогда ММА особо не было развито. Сейчас все молодежь смотрят именно там. Бои без правил, ММА там. Тогда ажиотаж вокруг боевого самбо было полностью. Там весь Дагестан, в каждом зале все тренировались. И просто тогда этот пединстуитель зал переполнен. Друг на друга сидели люди. Они организовали, сколько народа, сколько гостей. Это приятно видеть, так что развивается. Выступать перед родной публикой – дело нелегкое. Здесь высока ответственность. Но с такой шумовой поддержкой Рашид Вагабов проиграть не мог. В финале бросок от таджикского спортсмена он все-таки пропустил, но свою борьбу навязал снизу. Оппонент долго терпел, находясь в так называемом «треугольнике», но махачкалинцу все же удалось довести прием до конца. Углашение защиты на активность синему. Маш! Мысли, конечно, в голову приходили очень много. Я уже думал отпустить и продолжить бой в стойке. Но как бы слушал тренера, он говорил до конца делай, и вот послушал, и вот результат. Готовился, конечно, усердно, но права на ошибку вообще не было. Или выиграть, или умереть на ковре, как говорится. Побеждать любой ценой должен был и Марат Магомедов, самый опытный самбист команды. Методично набирал свои баллы, затем заканчивал бои досрочным. В финале болевой прием на руку капитан сборной исполнил в лучших традициях самбо. Соперник стучит в знак сдачи. Честно сказать, давно хотел у себя выступить на родине. Ответственности больше, волнения больше. Всем спасибо, хочу сказать, кто пришел меня поддержать, очень много близких рядом. Давно не уступал по боевому самбо. Я сам выходить из боевого самбо. И Манаб предложил, сказал, надо подраться, выступить, поддержать сборную Россию Дагестана. И перед боем тоже хотел продышаться, честно сказать. Почувствовать ринг, вот эту атмосферу. Все удалось, все супер, все четко. Атмосферу настоящего праздника болельщики испытали после победы тяжеловеса Паши Хархачаева. В схватке за золото любимец местной публики разгромил Сергея Зубкова из Казахстана. Медаль дагестанца пошла в зачет сборной Бахрейна, но радость за своего земляка в зале не скрывал никто. Адегреевский турнир для меня это очень особенный турнир. Не было варианта не выиграться, потому что Аллах я выиграл этот турнир. Всем болельщикам, которые за меня болеют, всем спасибо большое. Я каждого знаю лично, каждому тоже скажу. Поражения в финалах Гимбата Исмаилова и Магомеда Муталибова не испортили общее настроение зрителей. Российская сборная завершила чемпионат на первом месте. Вслед за хозяевами в командном зачете идут команды Таджикистана и Казахстана.